Слушай, а ты когда-нибудь задумался о том, сколько хлора человек выпивает за всю свою жизнь? Сколько? 60 литров Да ладно? 60 литров, это вот 6 таких канистр яда Да-да-да Не, ну в компоте, конечно, хлора меньше всего Спасибо В основном мы через водопроводную воду его получаем Но есть еще один продукт, где содержание хлора может быть запредельным Угадай, какой? Ну не томи уже давай Курица Пятый по популярности продукт в Москве Ее москвичи едят больше, чем колбасу, свинину и говядину Молодец Будешь доедать? Нет Ты не поверишь, курица, между прочим, пятым по популярности продукте в Москве Ее москвичи едят даже больше, чем колбасы, свинины и говядины Но, собственно, о курице мы сегодня и поговорим Точнее, о том, что мы покупаем вместе с курицей, наверное, вместо нее Пищевая революция началась АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Яйца из пластика, пюре из куриных перьев, хлеб из человеческих волос, мясной стейк из пробирки. Это не научная фантастика, это наша реальность. Что нам продают под видом свежих и натуральных продуктов? Выясним прямо сейчас. Я на телевизионных кухнях приготовил сотни различных блюд. Ради вкусной еды готов на все. Ну, практически на все. Здоровье все-таки хотелось бы сохранить. Я три года препарирую ресторанную кухню столицы, 20 лет работаю маркетологом. Еда для меня объект исследования. Люди имеют право есть то, что хотят. И знать, откуда берется их еда. Жители мегаполиса съедают 252 тысячи тонн куриного мяса в год. Это примерно 125 миллионов птиц. Если разложить их на поверхности, то куры покроют площадь, равную территории ВДНХ. Кажется, много. Но достаточно ли это для мегаполиса? Разделим кур на население Москвы. По официальным данным, 12 миллионов человек. Получается, что каждый из нас съедает примерно 21 килограмм в год. А норма, по мнению медиков, 30 килограммов. Выясняется, что куриного мяса жители столицы не доедают. Не просто не доедают, а катастрофически. Ведь даже в той курице, которую мы покупаем в магазинах, курицы не очень много. Для начала проведем эксперимент. Давай. Ксения, пожалуйста, курицу. Предположим, что вы оказались в магазине. Какую из этих двух тушек вы бы выбрали? Ну вот, идеальная ситуация. Больше нет вообще никакой курицы в магазине. Только маленькая, синенькая, худенькая животная, птиточка. Модельной внешности. Да. Или вот та такая замечательная, упитанная, глянцевая, красивая курица. Похожая на меня немножко чем-то. Итак, голосуем, друзья мои. Тощая, фу-фу-фу курица. Почему фу-фу-фу? Смотри, какая красивая. Вот. Ну подожди. Большая, красивая, здоровая, с ляхами. Так, сочная. Вот. Да. А вот теперь мы удивляемся, почему у нас язва, гастрит, аллергия, слабый иммунитет и лишний вес. Давай, Ксения, ставь сюда. Спасибо тебе большое. Ты еле удержал. Сейчас, подожди, подожди, подожди. А вот... Лишний вес, я сейчас не понял. Курица, даже если какие-то добавки, неправильный корм или что-то с ней не то делают, в любом случае это мясо диетическое. А я вот вам сегодня докажу, что она может и на ожирение влиять, и те сюрпризы, которые таятся под этой вот кожицей, в кошмарном сне не приснятся. Ну, вообще, действительно, про куриц ходит огромное количество мифов и слухов. Да, собственно, мы даже попробуем сейчас их от вас услышать. А иди-ка ты к доске, милый человек, возьми мелок, мелок возьми, мелок и записывай. Говорят, что в курице, курица выращена гормона. Курица выращена гормоны. Гормоны. Так. Гормоны. Хорошо, еще кто-нибудь, что-нибудь. А антибиотики в курице? Антибиотики. Да, потому что они есть и влияют на потенцию. Ого. Поподробнее потом об этом. Сальмонелла. Сальмонелла? Ну, давай я напишу бактерии. Сальмонелла, я не знаю, как правильно пишется. Ты не смотришь просто там. Нет, я не напишу просто там. Бактерии. Бактерии. Так, хорошо. Стоящие ее постоянно чем-то пичкают. Еще кто-нибудь что-нибудь. Я слышала, что там один раз золо, вообще мне нет мяса. В курице нет мяса. Наполнитель. Итак, какие у нас получились мифы? Гормоны, антибиотики, бактерии, накачивание. Ну, я от себя позволю добавить хлор. Раствор хлора, потому что я знаю, что курицу иногда хлорирует. Что бы? А вот что бы мы узнаем сегодня. Ага. Ну, собственно, с этими мифами мы сегодня и будем разбираться. Я несколько дней назад сходил в обычный магазин, купил несколько тушек самых обычных куриц. Вот как это было. Вот вам просто видеосвидетельство. Пожалуйста. Российский птицеводческий союз провел исследование и выяснил, какая курица в столице лучше всего продается. Куриц различных производителей на наших прилавках, как вы сами понимаете, огромное количество. Выбирать будем по степени некой популярности. Я почитал всякие исследования. И вот среди москвичей лидируют такие производители, как Петеленко, Эленар и Приасколи. Это все подмосковные производства. Также мне интересно, чем отличается самая дорогая курица от самой дешевой. Ну, логично предположить, что в дешевой больше всяких гадостей добавлять, чтобы как-то придать ей более презентабельный внешний вид. И вот и будем разбираться. Соответственно, найдем самую дешевую курицу в этом магазине и самую дорогую. Подозреваю, будет там какая-нибудь надпись «фермерская» или «домашняя курочка». Так, Петеленко, первый кандидат на анализ. Приасколье. Ну, подозреваю, что в этом магазине самая дешевая курица марки «Каждый день». Она примерно на треть дешевле, чем Петеленко. Эленар. Ну, наверное, вот почти в два раза дороже Петеленки. Петеленки – домашняя курочка зернового от корма. Идем на кассу. Три вида популярной среди москвичей курятины вместе с самой дешевой и самой дорогой я отнес на независимую экспертизу. Чтобы все было объективно, куриц из упаковок мы перекладываем в такие безликие пронумерованные контейнеры. Таким образом, сотрудники Ростест Москва понятия не имеют, где какая курица. А мы с вами знаем. В контейнере номер один мы спрятали курицу марки «Петеленко». Под номером два – первая свежесть от Эленара. В третьем – продукт производителя торговый дом «Приасколье». Следом идет контейнер с самой дешевой в магазине курицей собственной торговой марки «Ашана». И, наконец, в пятом контейнере самая дорогая покупка – курочка домашняя зернового от корма от компании «Реал-СП». Исследование мы проводим гистологическое, на наличие разного рода наполнителей. Кстати, я одну курицу забыл сдать на экспертизу. А вот она. Когда-то успела засунуть ко мне. Пока мы ждем результатов из лаборатории, давайте разбираться со всеми мифами по списку. Начнем с антибиотиков. Кто-нибудь слышал вообще о антибиотиках? В советское время. Не слышали. Вообще не слышали. Помните, какой была эта курица? Как она выглядела? Синяя. Так, синяя, голубая, тощая. Называли француженкой или балериной? Точно. Вот, друзья мои. Угадайте, где бройлер, а где курица, максимально приближенная к тем старым стандартам. Рыжий бройлер. И наоборот. Наоборот. Они обе точно. Мне кажется, что вот эта, которая пестренькая, такая рыженькая, она больше похожа на ту советскую курицу, которую мы все-таки сейчас вспоминали. Так чем же антибиотики опасны для человека? У нас в студии есть эксперт, который поможет и ответит на этот вопрос. Врач Марина Оплетаева. Марина, проходите, пожалуйста. Прежде всего, надо понимать, что курицы в корм добавляют антибиотики не для того, чтобы она выздоровела, а для того, чтобы она не болела. То есть это такая профилактическая мера. Все-таки заболевания, которыми курица может болеть, они гораздо более опасны, нежели те, которые, возможно, мы получим в результате чрезмерного употребления мяса курицы, кормленной антибиотиками. Но смотрите, антибиотики, они же по своей природе убивают еще всю флору, и полезную, и неполезную. Но, как правило, те антибиотики, которые дают курице... А мы говорим, антибиотики во множественном числе. То есть это не какой-то один антибиотик, а целая группа препаратов. Возможно, да, целая группа препаратов. Но, как правило, химическое вещество одно и то же, если сравнивать антибиотики для курицы и для человека. Если вдруг человек заболевает... И, кстати говоря, это достаточно часто встречается в последнее время. Я, кстати, сейчас кашляю. Получается, что? Я не смогу вылечиться, получается? Нет, вы сможете вылечиться. Просто в нужный момент человеку эти антибиотики могут не помочь. То есть развивается такое, есть умное слово, резистентность. Резистентность. Привыкание, да. Женя принес к нам какой-то аппарат. Это что такое? Диафильм это будешь нам показывать? Стоп, стоп, стоп. Что это такое, Женя? Ничего страшного сейчас не происходит. Это обычный водяной пар. А вот в курятнике в него добавляют тетрациклин и производные пенициллина. Потому что, конечно, каждой отдельной курочке в рот таблетку не положишь и температуру не измеришь. Таким образом, окуривают сразу всех. Дозы, естественно, не соблюдаются. Можете себе представить, как эта курица пахнет и сколько в них попадает лекарственных препаратов. По поводу дозы у меня, кстати, есть вопрос. А существуют ли какие-то нормативы, которые регулируют количество антибиотиков, пенициллина? Ну, мне кажется, что, по крайней мере, регулироваться это должно каким-то образом. Не так, что прямо поглощать это немеренных количествах. Конечно же, есть. Марина, а все-таки когда должны прекратить давать антибиотики птицам? Или прям до последнего, до забоя их, прям до магазина? Ну, считается, что за неделю до того момента, как эта курица расстанется со своей жизнью, антибиотики уже им прекращается давать. Хотя я могу сказать, что это очень короткий период. И, конечно же, полностью антибиотик из организма этой несчастной птицы, он не выводится. Действительно ли прекращают давать антибиотики за неделю до забоя, мы узнаем у профессионального фермера Роман Голомов. За ваши аплодисменты я иду к вам. Роман, Марина, вам большое спасибо. Ну, рассказывайте, как оно там на ферме, все на самом деле происходит? На ферме все происходит, в отличие от птиц и фабрик, по-честному. Так. А птица получает в основном натуральные корма. В основном. И никаких антибиотиков вы не используете? Нет. Можно я? А да, конечно. Вы понимаете, в комбикормах заложены уже гормоны антибиотики. Да, в тех комбикормах, которые даются на старте любой птице, любому животному, который выращивается в любых условиях, на ферме, в птицефабрике. То есть антибиотики в любом случае? Они присутствуют. Основное отличие принципиальное заключается в том, что промышленные предприятия, данные корма с содержанием антибиотиков, используют на протяжении всего периода выращивания. То есть, соответственно, антибиотик попадает в организм курицы всегда? А на фермерских хозяйствах в этом нет необходимости. А вы сами покупаете мясо с птицефабрик больших, крупных? Как-то раз была такая ситуация, что были вынуждены, но, честно говоря, выбросили. Я вот в магазине на расстоянии километра вижу фермерскую курицу и с птицей комбината. Я представлю нашим телезрителям, Мария Ивановна, у нас пищевой технолог, да, с невероятным огромным стажем, поэтому знает, о чем говорит. Сейчас, когда захожу в магазин, моему, как бы сказать, отрицательному удивлению, нет вообще слова сил. Я терпеть эти вот куры, они не пахнут, у них бульон мутный. Сейчас я бы вам показала, боюсь, курица улетит. На, подержите. Что такое магазинное, что такое фермерская курица? Давайте в домик ее. Код от замка 481, я сейчас отверну. Врет, врет. Я хочу сказать визуально, вот это бролер птицей комбината с короткой толстой ножкой. Я даже перчатки бы хотела. Давайте, у нас есть перчатки, давайте. Дрогать ее даже не хочется. Не хочется, я бы такую курицу себе никогда не взяла. Начинаем смотреть на пропорции, я так понимаю, да? Итак, друзья, сейчас мы показываем, как надо правильно ходить в магазин. Да. Одеваете две правые перчатки. Так. Идете. Вот я зашла в магазин, да, и визуально я смотрю на эту курицу. Я сразу знаю, что здесь ужасно много гормонов роста, антибиотиков, жира. Почему, как, это вы знаете, вот что, где это видно? Я вам рассказываю. Нога короткая, понял, дальше что? Короткая нога. Дальше, посмотрите, жир. Как раз вот в этом жире, вот я вам сейчас его этот жир хочу показать. Подождите, подождите, мы еще обещали кормить гостей этой курицей, что же вы делаете? Ничего. Пришли в магазин. Я как раз уберу то, что хуже. Да, надо так делать. Вот в этом жире как раз гормоны и откладываются. Да, подождите, там же вот такая пленочка закрыта. Вы имеете право как покупатель попросить... Поковыряться в бузке. Нет, сказать продавцу, ну-ка разверните, я понюхаю, посмотрю, и вы должны ее поднять, перевернуть. Понюхать, фермерская курица никогда не будет с таким цветом. Ну вот это вот, вот это вот. Ну вот это вот, ножки тонкие и длинные, это говорит о том, что она двигается, белок очень ценный потом в ней. И бульон очень вкусный. Вот у нас есть второй миф по поводу гормонов. Гормоны давали, дают и будут давать. И никто этого не отрицает. Никто не отрицает этого. Вы знаете, я беседовала, я не знаю, уместно сказать, с директором Петелинского птицекомбината. И она сказала, конечно, а как мы без этого? Но вы знаете, мы вот там за неделю до убоя снимаем антибиотики, а гормоны, они уже с кормом поступают. Мы не подсыпаем, уже такие корма приходят. А какие гормоны входят? Роста, гормоны роста. Что это? Эстрогены? Тестостерон? Какие еще гормоны? Нет, это эстрогены. Эстрогены. Раз мы перешли к гормонам, то давайте спросим все-таки врача. Марина, чем опасно есть гормональную курицу? Можно сказать так, что это курица-качок. Если перед нами стоит мужчина просто физически, хорошо развит, да, это вызывает какое-то эстетическое удовольствие. А если это качок, то это какой-то все-таки неестественный процесс. Кто-то в студии сказал по поводу бесплодия, что-то такое там влияние мужской организм. На щитовидной железах. Любое поступление гормонов извне в организм человека, оно так или иначе влияет на свой собственный гормональный фон. На женский, на мужской, в зависимости от количества поступления. А детский организм как ведется? Детский организм вообще очень... Девчонки прекрасные. Курицу любите? К этому вопросу нужно относиться очень бережно. С хрустящей корочкой такие. Вот по поводу и гормонов, и антибиотиков. И те, и другие биологически активные вещества распадаются в печени. А вот, кстати говоря, часто печень рекомендует не только диетический продукт, но и как-то так называемое функциональное питание. Допустим, при анемии. Печень самая страшная. Да. К выбору куриной печени надо подходить гораздо более требовательно, чем к самому мясу. Нужно бить тревогу или нет? Вот, собственно, что мы хотим выяснить. Я независимый эксперт, я 10 лет уже об этом говорю. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Почему? Сюда не придут специалисты из птицекомбината и не расскажут, что они там творят. Где штрафы, где закрыли предприятия, где законодательство. Пока законы примут, время еще пройдет. Что делать покупателю? Брать очки, лупу, терпение и отправляться в магазин. С любовью, вот я вижу, с любовью. С любовью, вот такими буквами. А гормоны... Да. Так любовь это же самое главное. Ну да, конечно. Ну гормоны, я не вижу здесь вообще. Так а кто про них напишет? Как фермер фермеру. Может такое быть, что вот без всего, без антибиотиков, без гормонов, без хлора, без инъекций, такое бывает? У птицефабрики нет. Нет? Итак, как же обезопасить себя москвичам от опасной курицы? Вредные вещества скапливаются в почках, печени, куриной гуске и коже. Все это перед варкой нужно удалять. Первый бульон, если вы не уверены в производителе, лучше вылить. Единственное, что я могу сказать, инъекции могут на птицекомбинате не делать, а уже в магазине. Опа. Вот об этом мы поговорим чуть более. Большое вам спасибо. Занимайте свое место, пожалуйста, ваши аплодисменты. Вот мы, собственно, и подобрались к третьему мифу о том, что тушку перед продажей накачивают всякой разной химической гадостью. У нас в студии есть технолог, специалист по общественному питанию Дмитрий Быстров. Дмитрий, наши аплодисменты вам. Идите сюда к нам, пожалуйста. Ну и расскажите, что же это за химия, которая накачивает курицу, зачем, почему, ну и так далее. Пожалуйста. Значит, курицу накачивают так называемым рассолом. Рассолом? Да. В основу входит перигинан. Ага. Вот, накачивают, чтобы увеличить вес. То есть продается не курица, а... Вода, жидкость. Конечно, мы подготовились к этой программе. И, конечно, у нас, как говорится, с собой было. Вот. Каррагинан, биогель. Рассказывайте. Что это такое? Это продукт. В основе лежат водоросли. Красные, морские. Делает своеобразный кисель. Давайте мы же сделаем. Да, давайте, да. Нам нужна вода. Я думаю, что теплая, да? Или холодная. Нужна вода. Мы сейчас делаем раствор. Нормально? Или добавить холодной воды еще? Нет. Давайте попробуем. Если у кого-то есть вопросы, вот это вот мы купили совершенно легально. В интернете полно объявлений о продаже. Так что... Да, это, в принципе, добавка, которая одобрена Евросоюзом. В Америке, кстати, она запрещена. Ага. Но у нас другой технический регламент, который, в принципе, это разрешает. Можно ложечку. Да. Это то же самое, что крахмал. Мы колоть будем какую курицу, кстати? Давай вот самую маленькую возьмем. И чтобы понять, какой привес можно получить с помощью фактической воды, мы ее взвесим. Взвешиваю, а я запишу на доске. Итак, вес курицы. Внимание, записываем. Давай. Килограмм 550 граммов. Далее в программе. Курица-качок. Как маленькая птица становится тяжелоатлетом. Мы будем ее накачивать, пока она не лопнет. Куриный бульон получился мутнее некуда. Вас пытались отравить. Он способен вызвать рак кишечника. Ого. Вкус, цвет, запах. Как правильно выбрать курицу в магазине? Гормоны, антибиотики, стабилизаторы. Все должны быть указаны на этикетке. Хлора мало не бывает. Как нечистоплотные предприниматели маскируют тухлятину на прилавках. Вы не умрете, но умрете попозже. Пищевая революция. Не переключайтесь. Аргенант растворился. Теперь набираем мы его шприц. Сейчас как-то вот прямо у вас на глазах, я надеюсь. Да, потихонечку, не торопясь. Вдоль волокон. Да, вдоль волокон будет. В ножки, в грудки. Равномерно она сейчас распределяться. И будет видно, что она увеличивается в объеме. Плюс, я так понимаю, шоковая заморозка. Да, потом ее подвергает быстро шоковой заморозке, чтобы вся влага осталась внутри. Чтобы она замерзла. Да, она замерзла. И визуально она будет, в принципе, не видно то, что там что-то накачано. Она прямо хорошеет на глазах. Да. Но когда она... Ботокс! ...принесете домой, будет размораживать, все это будет, естественно... Кто хочет попрактиковаться? Есть желающие? Производители куриц-качков в один голос утверждают, что рассолы и наполнители делают мясо нежнее. Считается, что каррагинан, разрешенный в качестве пищевой добавки Е-407, безопасен. Он давно нашел широкое применение в пищевой промышленности. При производстве молочных продуктов, шоколадного молока, щербетов, сырных пастов, взбитых сливок и так далее. Найти его можно и в таких мясных изделиях, как мясо в желе, консервы, в приправах, безалкогольных напитках, хлебобулочных изделиях, пончиках, кексах, меренгах, пирожных с сахарной глазурью и даже в детском питании. Я не очень понимаю, почему в мармеладе каррагинан можно есть, а в курице нельзя? А я вам объясняю. Вы покупаете курицу, а не мармелад. И вы не знаете, что там... Зачем вам каррагинан есть, если вы хотите мясо есть? Понимаете, о чем я говорю? Никогда я мармелад, я хочу тоже есть мясо. Вот я вам и говорю, что это нарушение всех норм. А сам каррагинан не запрещен. Это тот же крахмал или желатин, агар-агар. Это вот из той серии. Бульон будет пенисный и мутный с каррагинаном, потому что это киселеобразная масса. Она как кисель варим из крахмала. Не все каррагинаны одинаково полезны. И при термической обработке они могут выделять канцерогены. Ну, при варке они будут уходить, при жарке они будут оставаться там. В студии диетолог Светлана Титова, которая как раз-таки может и рассказать, каким образом влияет каррагинанный организм и вообще, как бы, ну, лишняя-то вещь или нет. На самом деле видов каррагинана, как уже опять же говорилось, да, их есть несколько. И один из видов на самом деле является опасным. Он способен вызвать рак кишечника. Ого! Ну, онкологии, это такие совсем крайние случаи какие-то. Ну, это страшная вещь. Мы начали с безобидных двух птичек. Вред от каррагинана понятен. А есть ли польза? Оказывается, да. Ведь правильный разрешенный каррагинан обладает биологической активностью. Антивирусный, антиязвенный. Он выводит из организма тяжелые металлы. Ну, на самом деле, то, что каррагинан не является каким-то диетической добавкой, это абсолютно точно. Каррагинан – это углевод. Так. Вот, углеводы, они как бы способствуют накоплению, да, то есть увеличению массы. А подпольные предприятия, вы понимаете, они используют каррагинан совершенно неизвестно в каком количестве. Вот, и поэтому, соответственно, если вы сидите на диете, постоянно поедая куриную грудку, то это совершенно не значит, что вам похудеет. С антибиотиками гормонами и каррагинанами. Ну, конечно, это как бы не способствует похудению, это точно. То есть я правильно понимаю, чем больше мы вколем, тем курица будет тяжелее, тем больше денег я заработаю, продавая воздух, но тем выше риск получить заболевание. Конечно, жадности нет предела. Подпольная фабрика выходит в народ. Желающий есть? Вот, молодой человек, идите сюда. Давайте попробуйте. Давай. Видишь, ножка? О, во-во-во-во-во-во. Во, красивая нога какая стала. Ну, мы сегодня исследуем пределы человеческой жадности. Мы будем ее накачивать, пока она не лопнет, чтобы понять, на сколько рублей, в принципе, можно удорожить каждую курицу. Дмитрий, а вы в магазине сами как выбираете курицу? На что вы обращаете внимание? Ну, первое, то, что она не должна быть слишком большая. Поверхность ее должна быть сухая, действительно гладкая. Без каких-то искусственных надрывов, надрезов. Это тоже судит о том, что что-то с ней уже делали, да? Мы, кстати, сейчас прямо узнаем, на что обращают внимание москвичи, выбирая курицу. Потому что у нас есть данные исследования маркетинговые. Мы сейчас выведем их на плазму. Очень интересно. Смотрите, на внешний вид обращают внимание 80% респондентов, 69% на свежесть мяса. Я не знаю, что они подразумевали под этой характеристикой, но, тем не менее, она прозвучала. Цена 35% и только 31% сделали то, что вы рекомендовали. То есть понюхать ее. К вопросу о запахе. Совершенно точно курица не должна пахнуть хлором. Это точно. Потому что хлором маскируется запах тухлятина. Я об этом читал. И мы сейчас об этом тоже поговорим. Но сначала давайте-ка взвесим. Внимание, смотрим на весы. 1 килограмм 950 граммов. Килограмм 950 грамм. То есть мы, получается, прибавили 400 грамм курицы. Спасибо вам огромное за помощь. Благодарю. Садитесь, пожалуйста, на свое место. Как обезопасить себя и детей? Читайте маркировку. Инжектированная растворами курица продается в московских супермаркетах как полуфабрикат куриной для жарки. Также в составе покупаемой куриной тушки может быть упоминание о рассоле на основе комплексной пищевой добавки. Теперь у нас следующий миф там. Какой по счету? Четвертый миф. Четвертый. По-моему, хлор, да? Да. О том, что хлором маскируется тухлятин. Ну, собственно, действительно, мы нашли в интернете огромное количество объявлений, которые прямо говорят о том, что тухлая курица очень востребована в этом городе. Обратите внимание. Это вот объявление из интернета, которое мы так навскидку нашли. Ксюнь, дайте телефончик, пожалуйста, который подключен у нас. Да, кстати, объявлений на самом деле много. Звоним незнакомому человеку, который разместил реальное объявление. Всем нужна тухлятина. Алло. Добрый день, вы тухлятину покупаете? Это лентин, дорогой, я зайти. Что? Что, прости? Алло. Извините, связь прервалась. Напугался. Ты не дави, не говори тухлятину. Давай я. Алло, Станислав? Алло. Да, скажите, про срочку покупаете? Просто я объявление видел в интернете. У вас как зовут? Меня зовут Александр. У нас есть курица. 100 килограмм стухло просто. Что мне с ним делать? 100 килограмм я не покупаю. Я беру сейчас тонну, там, 2-3, по 15, максимум 20 рублей. Нет, я не нашел рост. Здесь, наверное, зеленая не была. А как-то мне можно зелень эту убрать чем-то? Или это бессмысленно? Чтобы подороже продлить? 15 рублей, это дешево очень. Нет, нет, ничего не знаю. В интернете есть видео. Давайте посмотрим. Подпольный цех по переработке мяса и хлеба. Вот это не наши съемки. А вот. Вот, вот. Там же, на том же полу и мясо, и кровать. Ну и так у вас тонна тухлятины, и мы проводим наш веселый эксперимент. Пожалуйста, Александр. В одном контейнере курица тухлая. Тухлая. Ну, примерно такая, как было показано там. Во втором нормальная. Так. А в раковине у нас есть 10-литровая ванна с водой. Я вот ее сейчас... Сейчас мы все убираем. Поставлю, наверное. Сюда. Чтобы не было сомнений в том, что... Это же, да? Ты с этим пойдешь к людям? Да. Ну, издалека. Заметьте, он знал, что именно в этом контейнере тухлая курица и понес ее вам. Да, да, да. Глаза снимай, глаза. Сейчас они расширяются в пределах дозволенного. Я свою хорошую пока оставлю здесь. Да, хорошую? Тем более, что мы ее будем готовить. Нет, нехорошая. А, вот вам понравилось. Это тухлая курица. Ну что, а у нас сейчас будет эксперимент. Как вот эту вот тухлятину превратить в нормальную еду? Я хлор в руки брать не буду. Я тоже не буду. Нам нужен технолог. Мария Ивановна. Идите сюда к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас мы из нее сделаем души сок. Да, будьте добры. Дело в том, что вот, наверное, все помнят, белизна в магазине продавалась, да? Вот в магазинах... Это она. ...белизной пользуются. Уж сколько там хлора в этой белизне. Эта белизна продается обрабатывать унитазы, там, туалеты, санитарные комнаты, коридоры и так далее. Сколько надо лить хлора, что на глаз, на ощупь, чем больше, тем лучше. Мария Ивановна, у меня, знаете, какой вопрос возникает? Вы-то откуда все это знаете? А? А потому что прожила большую жизнь, все видела, все знаю. А сами так никогда не делали? В магазине. А, вы знаете, я в магазине не работала, но я, как независимый эксперт, за этим слежу и знаю, как специалист. Мы в лабораториях в институте делали. Ксюша, по-моему, у нас там еще есть костюмы химзащиты. Ну, у нас эксперимент... Ну, я без своей защиты не скажу. Вы уже в белом. Я так накину небрежно, как профессор. Давай, давай. Маски, может быть, еще надеть, потому что хлор, я знаю, это же ядовитый газ. Ну, что делать? Мы его с водой сколько в своей жизни попили? Слава богу, сейчас уже воду, которую мы пьем в доме, уже не добавляют хлора. Не хлорируют. Потому что хлор – это яд. Что бы кто ни говорил, это яд. Дай все-таки мне масочку, Женечка, дай. Вы понимаете, хлор дает сильнейший запах, поэтому не все и не всегда рискуют. Но все-таки применяют. То есть можно еще чем-то отбить запах тухлости? Конечно, много разных способов. Добавляем. Да я не жалею, вы знаете. Мы же потом… Мы же это есть будем сейчас. Да, будем есть. Будем гриль делать. Конечно. Гриль, шашлык будем мариновать. Я, кстати, не шучу абсолютно. И я не шучу. Не правда, вот будем жарить. Да, да, да. Давайте-то все выльем, а то поумирают. Ну, лучше пусть умирают не от курицы, а от хлора. Тогда мы… Более того, мы зрителям должны предложить? Мария Ивановна, здесь пахнет бассейном, школьным или детсадовским каким-то. Ох, господи. Осталось вопланы. Осталось хорошенько промыть. Сделайте это. А я хотел сказать, что хлористые соединения отличаются не только токсичными свойствами… Да. …но и способностью накапливаться в человеческом организме. Виталик наш. Даже самые маленькие концентрации хлора будут оказывать негативное влияние на нервную, кровеносную и на печень. Где печень там? Печень где у нас? Вон она. Ну, визуально посмотрите, стал какой красивый кусок. Вы же видели, он был зеленый. Смотрите, подождите, Мария Ивановна, помимо цвета же все-таки, наверное, еще и патогенная флора тоже смывает. Конечно. Самые бактерии, которые у нас обозначены пятым пунктом. Конечно. А, вот мы добрались до бактерий. Нет, свет восстанавливается. Свет восстановился. Единственное, нам надо еще удалить запах, а запах мы еще потом в свежей воде промоем. И мы можем жарить гриль, мы можем замариновать шашлыки, залить уксусом, луком, и вот такие шашлыки и надо. И никто не догадается, не заметит. И никто не догадается и не заметит. А воняет, вонь же идет. Сейчас воняет, но в магазине, когда замаринуют с луком, с маринадом, ничего не будет вонять. Но они пухлятся, кстати. Хлор имеет, хлор выдыхается. Мы сейчас холодной водой промоем, уже запаха не будет. Шашлыки маринуются в ведрах. Видели в магазине, в ведрах продаются. Вот из такого мяса. Мясо становится съедобным? Ну, вы не умрете, но умрете попозже. Когда это накопится в организме, сразу не умрете. А вот когда умрете, это должно пройти время, когда это накопится. Ну, однажды всем. Мария Ивановна, но это до сих пор практикуется? То есть производство, вот такие манипуляции проводят? Вы знаете, что на птицекомбинате этим не занимаются. Там свежие куры, им быстрее надо. Но они портятся, когда транспортировка. Самые крупные поставщики куриного мяса в столичные магазины – птицы фабрики Московской области. Также доставляют птиц из Белгородской, Пензенской, Владимирской, Ярославской, Липецкой, Ленинградской и Челябинской областей. Из Ставропольского края – Республик Мордовия и Мариэл. Наибольшая доля импорта приходится на Белоруссию и Бразилию. Можно в столичных магазинах найти курицу и из Израиля. Если при неправильной транспортировке мясо поступает порченым, нечистоплотные столичные супермаркеты, чтобы скрыть цвет и запах стухающего мяса, используют и уксус, и марганцовку, и злополучный хлор. Переходим к следующему этапу. Да, спасибо большое. Мы зовем шеф-повара и сейчас попробуем пожарить уже не тухлую, ну, то есть тухлую, но захлорированную курицу. И кусочек настоящий. Добрый день, Евгений. Женя. Евгений Мещеряков. Прям шеф-шеф. А мы, смотри, снимаем белые хорошее. Мы уже не лаборанты. Мы превращаемся в Ксения. Мы повара. Я хочу, Дмитрий, быстрого спросить. Все, что мы сейчас проделывали с курицей с хлором, является ли это уголовным преступлением? Вообще, насколько я знаю, с 2010 года любые манипуляции с хлором на производстве запрещены в нашей стране? Уголовным, конечно, не является, но на административку тянет. Понятно. А штраф какой? Потому что это нарушение всех технических регламентов, как и производства, так и хранения. Это нарушение. От этого никуда не уйдешь. Насколько я знаю, в Америке хлор до сих пор одвешен. Но не в таких вот количествах. Там все-таки идет... На них мариванны нет. В домашних условиях уксус используется, соль. Мы вам отдаем курицу. Здесь вот нормальная курица. Это Женина курица. Будем так и говорить. Это нормальная, это Женина курица. А мы потом перемешаем. А мы давай с тобой посмотрим результаты твоего эксперимента. Давай. Ты же сдавал курицу. Да. В лабораторию поступило 5 образцов мяса птицы. То есть тушки куриные. Кислородические испытания показали, что во всех образцах не содержится посторонних примесей, таких как каррагинан, соевый белок, крахмал и других гелеобразователей. Соответственно, все образцы содержат мышечную, соединительную, жировую ткани, характерные для мяса птицы. Казалось бы, можно похлопать. Но, как совершенно справедливо заметил сотрудник Ростеста, не было ничего лишнего в тех конкретных образцах, которые мы сдали. Жень. Что у тебя происходит с курицей? Мы жарим. Желающие, попробуйте. Смотрите, что у нас получается. Внешне курица одинаковая. По аромату, ну, в общем, плюс-минус при добавлении специй, они одинаковыми стали. А вот на вкус. Но хлором точно не пахнет. Хлором не пахнет. У нас есть еще один эксперт, который 100% может вот эту органолептику раскусить. Дай мне кусочек, пожалуйста. Татьяна Падочникова. Инженер-технолог, а теперь еще и ресторатор. Правильно? А я не знаю, где какая уже, кстати. Вилки давай. Татьяна. Да. Надо попробовать. Общественность ждет. Все ели это, и ни раз не будете смотреть. Вот, на ремонт на свой вердикт вынесла. Все ели, ничего с ним не случилось. В ресторане не дают, но с магазина покупали такой, жарили, выжили, не умерли. Ну, у меня психологическая защита уже, я не могу. Давайте я вместе с вами попробую, давайте. Ну, Женя, держись. Если это не то, он просто откуда-то. Да не, ничего, нормальное. Ну как, гадость? Что ты сказал специально? Вот и ответ. Следующая передача у меня будет новая с ведущей. Все-таки для того, чтобы нам подвести некий итог нашей передачи, у нас есть пять мифов, у нас были эксперименты, были эксперты. Что нужно делать для того, чтобы не попасть в ситуацию, в которую попал я с этой хлоркой? Как нам себя обеспечить? На что смотреть, нюхать, читать? В первую очередь нужно покупать продукты все-таки в местах, которым мы доверяем. Или известные сети, или хорошие рынки с опрятными продуктами. Если мы покупаем продукты в магазине, курицу в частности, мы должны посмотреть, что написано на упаковке. Гормоны, антибиотики, стабилизаторы, эмульгаторы, красители, вещества, сохраняющие, удерживающие влагу. Все должны быть указаны на этикетке. Это всевозможные. Е. Третье. Дальше доверяем своему, своей интуиции. Вкус, цвет, запах. Это то, чему нужно доверять. Покупая курицу на обед, помните, при хранении бактерии могут мигрировать с больной тушки на здоровую. Если куры на прилавке свалены в кучу, соприкасаются друг с другом, ищите другой магазин. Купленную курицу необходимо класть в герметичный пакет и хранить в холодильнике отдельно от других продуктов. Варить курицу нужно минимум час-полтора. Не стоит готовить курятину и в микроволновке, потому что не все болезнетворные микроорганизмы погибнут. С осторожностью относитесь к курам гриль. При малейшем сомнении в прожарке откажитесь от покупки. Ну, собственно, что и требовалось доказать, все все едят, всем все вкусно, где тухлое, где не тухлое, не ясно. Поэтому я призываю вас питаться часто и вкусно, так же, как я, но только качественные продукты. Да, качество продукта превыше всего. С вами была программа «Пищевая революция». До встречи. Пока. Время. Спасибо, сэр. Спасибо. Женя, ну что, ты убедился, что с выбором курицы в московских магазинах нужно быть поаккуратнее? К сожалению, да. И еще важный момент. Не факт, что следующая тысяча куриных тушек будет такой же качественной, как и та, что прошла нашу экспертизу. Да, я и тебе, и нашим зрителям советую, не пугайтесь требовать продавцов развернуть курицу, чтобы посмотреть ее пропорции, оценить запах, поискать места проколов. Ведь только так можно быть уверенным, что то мясо, которое вы и ваши дети едите, будет безопасным. А то, какие штуки могут с мясом проделывать недобросовестные производители, поставщики и продавцы, мы только что видели. Ну и учитывая начинающийся сезон шашлыков, рекомендуем мариновать мясо дома самостоятельно. Так и будете уверены и в мясе, и, собственно, в маринаде. А через неделю в программе «Пищевая революция» мы поговорим о том, что нам продают в магазинах под видом хлеба. Смотрите программу «Пищевая революция». Пока!